Поехали! Говорю, поехали, потому что мы на Клинке 2019. Мы в гостях сейчас у знаменитого мастера Кузнеца, ну, насколько он знаменитый, вы сейчас сами это поймёте, зовут Василий. Дело в том, что у Василия сейчас новое направление, свой проект Ножи Яр, да? Правильно? Да, совершенно верно. Вот, кстати, визитку, покажи. Ему этому направлению уже несколько лет. Да, ну да, я извиняюсь. Ничего страшного, дело в том, что мы делаем, как правило, большие вещи на заказ, какие-то индивидуальные работы. И поэтому не было возможности хорошо и много, как говорится, привезти на Клинок. И сейчас такая возможность, то есть, как говорится, сжали волю в кулак и что-то уже привезли более-менее интересное, не по заказам, а именно на Клинок. Направлений у меня много, то есть я делаю Ножи разных народностей мира, бедная серия. К сожалению, на суббота многие вещи уже в Филе, вот, но есть что показать, да, как говорится, можно чем-то удивить. Если вот, сейчас переведёте камеру, будем смотреть. Так, друзья, смотрите, это всё работа Василия. Вот это РВЛ-34 сталь. Вольстер это клык-моржа. Ручка это стабилизированный комель орехов, вставочка клык-моржа. И я к нему сделал вот такие вот ножны. Это кожа растительного удубления на холодную формовку. Естественно, всё прокрашиваю сам, воскую сам. Выглядит это вот таким образом. Очень красиво и такой необычный вид. Но это чисто дизайн, вот это ножны такие вот такие? Да, совершенно верно, да. То есть как бы мы захотели что-то такого сделать. Это вот финская серия у меня, да, их вот несколько штучек разных вот таких вот. Да, то есть вот стабилизированный лосиный рог, кап, клёна, да, и вот естественно к ним такие же ножны. Вот идут. А какая цена, кстати? Вот эти по 15 тысяч. Есть ножны такие же, да. То есть, но единственное что, внутри идёт деревянная вставка. Вот. То есть это другой вид ножен. И вот они со щелчком заходят. И всё. То есть они уже не выпадают, ничего. Сидят они намертво. Вот такие вот вещи я делаю. А это как бы чисто свои какие-то авторские? Нет, почему? На самом деле как бы эти чехлы делают действительно в Финляндии. Именно на кожу, именно как бы растительного дубления. Единственное, что я делаю, да, как бы я просто делаю свой стиль, да. Я добавляю какие-то небольшие приятности вот такие вот, да, чтобы они выглядели красиво и закончено. Просто для меня мало сделать нож. Мне надо закончить композицию, да, то есть это важно. А как закончить композицию? Это и нужно. То есть это одежда, ножа. То есть то, в чём он, как говорится, находится. Вот это норвежская тема, да, то есть это символы норвежские, да, как бы. Сталь у осени никель. А тоже клык стабилизированный. И стабилизированная карельская берёза. И также ножны растительного дубления, именно сделанные, да, собственно говоря, вот. Всё полностью из натуральных компонентов, да? Совершенно верно. А вообще, а если не секрет, сколько времени уходит вот на такую работу? Понимаете, вот я делал сразу много клинков, да, то есть вот таких вот. На эту у меня ушла где-то, наверное, полторы-две недели. На один, да? Нет. А, сразу. Я делал партию, да, я взрезал, как бы, ну просто в общем. Естественно, всё по-разному, смотря какая спорка, смотря какая деревяшка, потому что некоторые деревяшку приходится дополнительно высушивать. Примерно ты её распилил, вот особенно снейк вот или кока-болу, и перед тем, как собрать, обернул, в мокую тряпочку положил. Понимаете, то есть иначе она может просто треснуть. Вот, то есть везде есть свои нюансы, в любом случае, как бы, поэтому ты уже смотришь, из чего ты хочешь собрать, и уже планируешь, как бы алгоритм действий свой, как ты это будешь делать. Нужна ли художка, не нужна ли художка на этом ноже, надо ли что-то добавлять, не надо. К сожалению, вот видите, вы пришли в субботу, у меня было есть, что показать. Вот у меня была композиция, название «Самураи», вот вчера его купили. Ну, это же хорошо, наоборот, что мы рады, что идут продажи высоты. Остался только золотой фазан, вот ножичек такой, а ХВГ, никель, это ламинат, и я его покрыл золотом. Ну, я думаю, с «Самураи» у нас не обидятся, что мы их не сняли, да. Ну, ничего страшного, да. Зато мастеров приятно, да. Вот такие вот вещи я делаю тоже, вот. А всё это как бы индивидуально, в смысле, у вас больше такого второго ножа нету, да? Да, я продаю смыслы, я продаю идеи. То есть у меня есть как бы линия, линейка обычных ножей, которые представлены в группе «Стальные традиции», группа «Ножи Яр», у меня просто один менеджер, он, группа «Ножи Яр» ведёт, другой менеджер у меня ведёт «Стальные традиции», группа, вот. И они есть. А я просто, знаете, вот мне нравятся как бы интересные вещи. Мы берём с вами примерно «Африка», да? «Массаи» ножичек называется. Да, то есть вот так вот он выглядит. То есть у меня идея такая, я хочу, я её реализую, понимаете? Мне очень давно хотелось сделать нож «Воин Ягуара», да, то есть это «Аттек». Вот я его сделал. А он действительно как бы имеет отношение к «Латинской Америке» или это просто название? Поймите, я никогда не претендовал на какие-то аутентичные вещи. То есть как художник я просто что-то вижу, получаю от этого какой-то вот «бумс» по голове, да, как называется, и уже по-своему это делаю. Просто я вижу так, я делаю так, как я захотел это сделать. Это важно. И если получается, наверное, получается, всегда это вызывает какую-то эмоцию. А как у художника, у вас были какие-то ножи, которые проблемные вообще? Не складывали? Да, не шли, которые. Да, не получались. Есть такие? Бывало, разбивало в стену. А из этой коллекции есть что-нибудь? Нет, такого нету. То есть это все дошли до выставки? Вот он художник, он мне разрешил официально наносить его работы на ручки ножей. Вот это норвежский художник. Даже, знаете, сделал вот. Вот я хотел спросить, очень необычно. А это бивная открывашка. А-а-а. Да, просто открывашка. Интересно. Взял зубка шалота, 65 г стали, вот сделал вот такую вещь. Офигенно смотрит. А вот это вот, это бивень обородавочника. Секач, африканский. Вот он тоже открывашка. А какая цена вот такой красавицы? Такой семь с половиной. Такой девять. Ну это на всю жизнь уже, да? Нет, поймите, я же опять же говорю, все очень просто. Я никого не заставляю. Я просто рассказываю. Не, надо заставлять, надо, да, да. Вести культуру. Знаете, клинок меня в этом плане порадовал, берут очень хорошо. Много что побрали. Я очень переживал когда, потому что я привык, что человек заказывает и я делаю, что он хочет. А тут я придумывал сам что-то, чем-то ограничился, да. И когда я приехал, для меня это было интересно и в то же время волнительно. Как это вообще? Пойдет, люди оценят, люди оценили. Люди оценили, как говорится, и рублем, и хорошим настроением. Это важно. Ну это уже неплохо. А вот это что за модель, вот я смотрю, вот просто как бы это... Она просто, да, то есть я тут все попродавал. Один бедный тут лежит. Ну он совсем бедный, да? Просто двухгардовый небольшой сделал клиночек. Ага. То есть вот такой в американском стиле. Ага. Вот к нему. Его собрат. Ага. Ага. Вот я их сделал два. Вот таких вот. Ну захотел тоже сделал. Это тоже как обола. Вот. Просто поиграл. Вот если вот так вот. Это был нершал, да? То есть он как бы... Ну, небольшой, вот это небольшой, это побольше ножичек. Ага. Вот. Опять же, для ценителей каких-то таких моментов именно американской культуры. Как, собственно говоря, и Боуи. А это Боуи назвать, да? Да, это Боуи. А название сами вы даете, да? Нет, нет, ни в коем случае. А как? Боуи очень много разных, разнообразных данных. А, Боуи это я слышал. Да, да, да. Да, в данном случае я сделал поменьше совершенно ножичек такой более... Он получился более гламурным, да, таким. Ну вот я так захотел. Угу. Вот. Угу. Так, а такой вопрос... Вы... Вот буду спрашивать, наверняка, вы за заказы берете, вот если там человек, ему понравился нож, что он говорит, типа, хочу Наваху, например, заказать. Да, мы в основном как раз зарабатываем на заказах. Вот. Очень много заказывают, заказывают по многу. И именно все индивидуально. Поэтому, да, это как бы наш лейп, естественно. У нас аудитория очень большая. У нас из Израиля, из Германии. Вот так же, да. Мы на международных приступах также продаем. Мы оставляемся на площадках. У меня вот менеджеры оставляют. Вот. Ничего такого. Василий, я просто к тому, что мы можем ваши координаты разместить, чтобы просто люди слышали, да? Проблема. Я... Они могут с вами связаться. Вы... Совершенно верно. Я только за. Вот. Не вижу в этом ничего плохого. Пожалуйста, обращайтесь. Тем более вы сами напрямую, да. Да. То есть, у нас правила мы сначала делаем. Да. И уже по факту, да. То есть, мы присылаем нож. И уже там. Человек оплачивает деньги. То есть, это все решается. Ну вот. Так что смотрите, друзья. Вы можете всегда связаться с Василием напрямую. Сначала вы как-то там спишетесь. И дальше уже... Ну да, конечно. То есть, я должен понимать, что человеку надо. Мы делаем эскиз. Если этого эскиза нету. Если человек согласен с этим эскизом, мы начинаем делать клинок. Угу. Мы делаем клинок. Мы показываем клинок. Человеку нравится. Мы продолжаем дальше. То есть, мы делаем бальстра. Да. Собираем ручку. Опять же. То есть, и вот каждый этап мы отфоткаем. Если это какой-то сложный заказ. А какие металлы у Вас, если спрашивают? Ну там, с какими металлами работаете? Есть, как бы, и каванины, есть и порошковые стали. То есть, в зависимости от того, что человеку надо. То есть, у Вас достаточно широкая статья? Сталь горячего проката, порошковая сталь. Вот, да. То есть, различная наша кованая стали. Да, как бы. Вот. Просто многие... Кто-то фанат порошка. Кто-то фанат именно кованых стали. Кто-то очень любит углеродку. Кто-то ненавидит углеродку, любит нержавеющей стали. Просто все это учитывается. Угу. Они, ну, очень хотят, там, сказать что-то красивое. Вот. Ну, вообще, очень часто. Знаете, как бывает? Они смотрят кого-нибудь американского автора ножевого. Понимают, что нож там стоит 170-200 тысяч рублей. У них нет возможности, да, заказать такой нож. По-русски жаба мешает. Да. Да, они обращаются ко мне. Но я тоже объясняю. Бывает такое, что я объясняю. Понимаете, что этот нож будет ржаветь. Угу. То есть, это важно, да, как бы. Сейчас она. Ну, я готов, да. То есть, что она будет ржаветь. Это один момент. Не готов, значит, мы другую сталь делаем, да. То есть, это тоже, это все решается. Ну, это все нормально. То есть, вы сначала все-таки посмотрите какие-то свои, да. Ну, это всегда, мне кажется, любое вот это, а любой ножедел, да, кто делает, кто этим занимается, он всегда обратную связь с клиентом. То есть, он поддерживает. Угу. 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 Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...